Привет всем! Если ищете верный способ разозлить кота, используйте кошачий фильтр. Реакция любимца на такую невинную шутку может вас удивить. Кто-то убегает, а кто-то пытается выяснить, что происходит. Но почему котов приводит в недоумение такая простая вещь? Для ответа на этот вопрос сначала нужно понять, как нас воспринимают коты. Понимают ли они разницу между лицом человека и своим собственным? Что если мы для них просто большие и странные коты? Или и вовсе источники еды и когтеточек? По крайней мере в моем доме все именно так. Всех когда-либо встреченных существ коты разделяют на три группы. Добыча, хищники и все остальные, которые воспринимаются как другие коты. Для них человек просто большая кошка, которая играет роль союзника и обеспечивает их едой и укрытием. Так что же происходит, когда мы используем кошачий фильтр, который заставляет нас выглядеть как странных кота-людей? Почему кошки порой боятся такого преображения? Возможно, они просто думают, что фильтр раскрывает нашу истинную суть. Представьте, что кот воспользуется человеческим фильтром. Конечно, у него нет специального приложения, но давайте представим, что ваш кот неожиданно изменился. Его тело осталось прежним, а вот морда. В итоге кот выглядит как странное пушистое создание с человеческим лицом. Вы будете как минимум в недоумении. То же самое происходит, когда кошка видит человека с кошачьим фильтром. Конечно, она воспринимает нас как другую кошку, но привыкла к нашей обычной внешности. Однако кошачий фильтр пугает не всех котов. Некоторые начинают смотреть вверх-вниз, пытаясь понять, что произошло. Они не знают, что смотрят на экран телефона. Просто пытаются понять, где же настоящий человек и почему напротив стоит странное существо с большой головой кота. Но знают ли кошки, как выглядят они сами? Как они воспринимают свое отражение в зеркале? Если поставить перед котом зеркало, он подумает, что отражение – это еще один кот. Как правило, кошки проваливают зеркальный тест. Техника довольно проста. Для начала на тело животного наносят красную точку, там, где оно не сможет ее увидеть без посредника, к примеру, на лицо или уши. Затем показывают животному отражение в зеркале. Если животное интересуется точкой и пытается к ней прикоснуться, значит оно воспринимает изображение в зеркале как свое. Для нас это звучит элементарно, но на самом деле этот тест проходит немногие виды. Среди них – дельфины, киты, бонобо, орангутаны, шимпанзе, азиатские слоны, сороки, голуби, губаны-чистильщики и даже муравьи. Люди проходят зеркальный тест только после того, как им исполнится два года. До этого возраста ребенок воспринимает отражение как другого ребенка. По мере взросления он начинает понимать, что смотрит на себя. Идея этого теста родилась из забавного происшествия с участием Чарльза Дарвина и орангутана. Однажды знаменитый биолог пришел в лондонский зоопарк и увидел, как один из этих приматов ужасно разозлился, когда смотритель дразнил его яблоком. Он отказывался давать орангутану еду, и животное, по словам Дарвина, упало на спину, пинаясь и рыдая, как ребенок в истерике. После этого происшествия Дарвин осознал, что орангутаны и другие животные могут обладать уникальным опытом и чувствами, которыми не делятся с другими. А еще он видел, как примат смотрится в зеркало и заметил, что тот узнал свое отражение. Больше ста лет спустя американский психолог Гордон Гэллоп-младший предложил измерить самосознание животных с помощью зеркального теста. Если животное узнает свое отражение, значит оно понимает, что отличается от остального мира. Другими словами, обладает самосознанием. Для жизни в обществе это просто необходимо. У животных, которые осознают себя, повышен уровень эмпатии, и они способны сотрудничать с другими. Что еще мы знаем о том, как коты видят мир? Их зрение отличается от нашего. К примеру, коты не способны различать оттенки цвета так же хорошо, как это делают люди. Они видят сине-зеленый спектр, поэтому цвета вроде красного, желтого и розового могут сбивать их с толку. В то же время они различают множество оттенков серого. Например, 50? У семейства кошачьих огромные глаза, которые появились из-за необходимости охотиться в условиях плохого освещения. Однако глазам такого размера сложно постоянно менять фокус с близких объектов на дальние и наоборот. По словам экспертов, из-за этого зрение котов адаптируется к их окружению. Уличные коты чаще, всего, дальнозоркие, а большинство домашних – близорукие. Может, им стоит купить бифокальные очки. Почему кошки видят в темноте гораздо лучше людей? Причина тому – топетум, которого у нас нет, особый слой в их глазах, который отражает свет, проходящий через сетчатку обратно в глаз. Такой встроенный отражатель улавливает каждую крупицу света и увеличивает чувствительность кошачьего зрения на 44%. Благодаря этому коты прекрасно видят при освещении в 6 раз хуже необходимого человеку. А еще у котов более широкий угол обзора. Им доступно целых 200 градусов по сравнению с нашими 180. Это помогает котам ориентироваться в пространстве, а еще быстро и точно определять расстояние до объекта. У котов бинокулярное зрение. Оно позволяет им видеть трехмерные объекты. А еще это одна из немногих черт, которыми мы похожи. Вы знали, что у котов есть третье веко? Так-то! Мигательная перепонка – это тонкий слой, прикрывающий глаза сбоку. Благодаря третьему веку котам не нужно моргать так же часто, как людям. Перепонка распределяет слезы по поверхности глаз, увлажняя их, а также устраняя инородные объекты. Обычно перепонку видно только когда кошка моргает. Если она постоянно видна в углу глаза, это может указывать на то, что животное заболело. Самое сильное чувство у кошек – обоняние. Оно примерно в 14 раз лучше, чем у людей, но при этом куда слабее, чем у собак. У кошек 200 миллионов обонятельных клеток. Это помогает им в поиске еды, партнера, при защите от врагов, ориентировании на местности и нахождении помеченной территории. Кошачий мир – это мир ароматов. Кошачья психология – весьма интересная и порой удивительная вещь. К примеру, кошки просто ненавидят огурцы. В интернете полно видео, на которых хозяин кладет огурец за спиной кота и ждет, когда тот заметит. Обычно кот испуганно отпрыгивает в противоположный угол комнаты и убегает. Такие шутки могут показаться смешными, но они способны нанести вред психическому здоровью кота. То, что мы считаем невинной шалостью, кошка воспринимает как смертельную угрозу. Такой стресс может привести к тревоге, агрессивному поведению и даже к посттравматическому стрессовому расстройству. По словам экспертов, если пугать кота рядом с кормежкой, он может потерять аппетит. Что способно привести к серьезным проблемам с печенью. Так почему же коты так боятся именно этого овоща? Ответ тесно связан с процессом кормления. Если присмотреться, все видео кот против огурца снимаются в процессе еды. В это время любое животное находится в самом расслабленном состоянии. Заметив что-то необычное и потенциально опасное, кот мгновенно переместится в безопасное место. Кто-то считает, что коты воспринимают огурец как змею из-за цвета и формы. Поэтому первая реакция будет увеличить дистанцию с потенциальной угрозой. После прыжка некоторые коты начинают изучать соперника. Существует стереотип, что все коты эгоисты и одиночки, в отличие от собак. Но это не так. Если бы они были социопатами, то просто убегали бы из дома. На самом деле домашние коты нуждаются в нас не меньше, чем мы в них. У нас нет возможности изучить поведение котов в естественной среде, поскольку большинство из них живут в домах или городах. Их дикого предка, степного кота, практически не существует. Он был скрещен с домашними кошками. Поэтому единственный способ узнать о диких кошках, изучать популяцию бездомных котов. Бездомные кошки живут группами. Их колонии собираются в местах, где достаточно еды. К примеру, возле сараев или мусорных свалок. В отличие от домашних котов, которые знают, что у них есть место с едой и водой, бездомным кошкам приходится охотиться. А еще дикие кошки не используют голос для социального взаимодействия. Вместо этого они общаются благодаря языку тела. Мяуканье присуще только домашним кошкам. Они научились этому ради взаимодействия с человеком. В моем доме мяуканье раздается в самые необычные моменты. А у вас? Расскажите об этом в комментариях. Если сегодня вы узнали что-то новое, поставьте лайк этому видео и поделитесь им с друзьями. А вот еще крутые ролики, которые могут вам понравиться. Просто нажмите слева или справа и присоединяйтесь к AdMe.